видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net всем привет рассмотрим с вами задачу из учебника алгебра 7 класс авторы мерзляк полонский икер под номером 103 в одном мешке было в пять раз больше муки чем в другом когда из первого мешка пересыпали 12 килограмм муки во второй мешок масса муки во втором мешке составила 5 седьмых массы муки первым сколько килограмм муки было в каждом мешке сначала и так мы не знаем сколько было килограмм муки в каждом мешке сначала но мы знаем что в первом мешке было в пять раз больше значит во втором было меньше поэтому пусть у нас во втором мешке было x килограмм муки поскольку в первом пять раз больше то чтобы узнать сколько в первом мы 5 умножаем на x получаем 5 x килограмм было сначала в первом мешке и так в первом мешке было 5 x килограмм и из него пересыпали 12 килограмм какое-то арифметическое действие это вычитание от 5 x килограмм пересыпаем 12 килограмм остается 5 x минус 12 и эти 12 килограмм их пересыпали во второй мешок во втором мешке было x килограмм и сюда пересыпали 2 12 получилось x плюс 12 килограмм и эта величина x плюс 12 составила 5 седьмых от величины 5 x минус 12 как найти дробь от числа нужно число умножить на эту дробь поэтому мы можем с вами составить уравнение запишем предварительно то что мы ввели пусть во втором мешке было x килограмм муки тогда в первом 5 x килограмм после изменений в первом стало 5 x минус 12 килограмм а во втором x плюс 12 поскольку масса муки во втором мешке составила 5 седьмых масса муки в первом то имеем уравнение чтобы получить массу муки которая как у нас во втором мешке стала x плюс 12 нам нужно массу муки из первого мешка умножить на дробь на 5 седьмых так мы находим дробь от числа 5 седьмых умножаем на 5 x минус 12 упростим немножко умножим обе части уравнения на 7 тогда слева будет 7 умножить на x плюс 12 а справа 5 седьмых умножаем на 7 это 5 будет 5 умножить на 5 x минус 12 мы знаем что если мы обе части уравнения умножим или разделим на одно и то же число то корень уравнения не изменится и так умножаем 7 умножаем на x 7 x 7 умножаем на 12 7 на 10 70 7 и 2 14 70 плюс 14 84 равно 5 умножаем на 5 x 25 x и 5 умножаем на минус 12 минус 60 и теперь переносим 7 x оставляем без изменений 25 x переносим меняем знак на противоположный будет минус 25 x минус 60 оставляем 84 из левой части уравнения переносим правую и меняем знак на противоположный будет минус минус 84 приводим подобные слагаемые в правой и левой части и так знак будет минус потому что мы от меньшего числа отнимаем больше а теперь от большего модуля отнимаем меньше от 25 отнимаемся им будет 18 и дописываем буквенный множитель x минус 60 и минус 84 это будет минус 144 ну и осталось обе части уравнения разделить на минус 18 икс равно частное двух чисел с одинаковыми знаками число положительное 144 делим на 8 это будет 8 итак 8 килограмм муки было во втором мешке нас спрашивают сколько килограммов муки было в каждом мешке а в первом мешке мы знаем это 5 умножить на x мы знаем числовое значение x поэтому 5 умножаем на 8 будет 40 килограмм муки это было в первом мешке ну и давайте проверим в первом мешке у нас было 40 оттуда высыпали 12 от 40 отнимаем 20 12 там стало 28 килограмм во втором мешке было 8 килограмм и туда высыпали еще 12 там стало 20 килограмм если мы 28 умножим на 5 седьмых получим ли мы 20 как мы умножаем 28 на 5 седьмых мы 28 умножаем на числитель дроби а знаменатель остается без изменений и сокращаем на 7 28 делим на 7 это 4 7 делим на 7 это 1 и 4 x 5 20 20 поделить на 1 это 20 да действительно во втором мешке стало 5 седьмых содержимого первого мешка мы решили правильно можем записать ответ в первом мешке было 40 килограмм муки а во втором 8 килограмм все эту задачу мы с вами решили если вам понравилось наше видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал если остались вопросы есть предложения или замечания оставляйте их пожалуйста в комментариях под этим видео подписывайтесь на наш канал 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 Продолжение следует...